Тысячи, десятки, сотни тысяч мигрантов покидают Россию. Те же таджики, те же узбеки. Наверное, даже армяне. Потому что они бегут от этого воинского учета, от поборов, от беззаконий в своем отношении. Потому что известны случаи, когда граждан Таджикистана забирали на участие в этой так называемой СВО в Украину. Казалось бы, на этом фоне России необходимо смягчать миграционную политику и сделать все, чтобы мигранты не уезжали. Более того, возвращались, приезжали новые мигранты. Но вот нет. Они ведут себя прямо пропорционально, то есть обратно этому здравому смыслу. Почему? Потому что общество нужно кормить. Вот мигранты плохие, мигранты террористы. Мы такая власть, которая защищает ваши права перед мигрантами. Кто такие мигранты? Это гастарбайтеры. Мы в первую очередь думаем о русских людях. Мы думаем о своих. И мы сейчас будем зажимать мигрантов, отправлять их на СВО. Будем их выгонять, будем их лишать всех прав. Кстати, я недавно видел перечень законов, которые планируется принять в России в отношении мигрантов и детьми, которые не имеют российского государства. Это очень похоже на то, что творилось в Гитлеровской Германии в 1933-м, начиная с 1933-го года. То есть лишение прав, человеческий прав людей. И противопоставление вот этой вот нации, которая главная от русских, в России и всем остальным. Это очень на это похоже. Это просто пропаганда. Это информационный фон. Это попытка закрыть глаза людям от того, что происходит на самом деле. А что происходит на самом деле? Происходит крушение российской государственности. То, что происходит в Курске. Вот вы отметили, что Моди едет в Украину и Польшу. Почему он едет? Он же это все видит. Почему Алиев себя ведет так в отношениях с Путиным? Потому что он тоже это видит. Почему Путин не может приехать в Ереван? Потому что Путина в Ереван никто не приглашает. Почему его не приглашают? Потому что мы все это видим. Это видят все. И российское руководство делает это собственноручно. Вот и все. Они продолжают заниматься клоунадами. Зачем сам Лукашенко нужен Путину? Потому что никто не признает Путина. Человеком, помимо Лукашенко. Сам Лукашенко же пытался вести двойные игры. Он пытался лавировать между Западом и Россией. Пытался выторговывать Россией большие преференции. Кстати, он в этом обвинял постсоветские страны. Вот в этом сегодняшнем заявлении. То есть в том, что он пытался делать в отношениях с Россией, он обвиняет других. И он... Чего хочет Лукашенко? Лукашенко хочет превратить Пашиняна в свое подобие. Сделать его личным подлецом Путина. Но то, что Путину удалось сделать в Белоруссии в 20-м году, а именно... Я уверен, что это русские стояли за этими волнениями, которые там были, когда Лукашенко без пяти минут уже скидывали. И Путин его спас. Он его спас и привязал к себе. И Лукашенко сам это сказал. Он сказал, мы пойдем одно в одной лодке. Это та же формула, да? Распилить ножки стула и подхватить при падении. Да, да. То же самое они пытались сделать здесь. Но не получилось. Не получилось, потому что, слава Богу, мы наконец поумнели. Мы наконец поумнели, и мы понимаем, что смена власти в Армении насильственным путем не исходит из интересов армянского народа и общества. Мы можем поменять власть только единственным путем. Путем демократических выборов. И все остальные повестки, которые спонсируются, я там не знаю, из России или откуда-либо, эти пятые колонны, это не в наших интересах. Поскольку это сделает Пашиняна. Здесь очень важно разграничить. Либо это завершится тем, что Пашиняна сместят и пойдут к власти их агенты прямые. Либо второй вариант, который намного хуже. Пашиняна остается у власти, но превращается в личного подлица Путина. Посмотрите, что происходит с Белоруссией сейчас. То же самое будет с нами. И это очень большая угроза для нас. Поэтому мы, если мы сознательны, если мы граждане, если мы нация, мы должны не идти на поводу таких попыток, не идти навстречу таким попыткам, потому что ничего хорошего нам это не сулит. Про Пашиняна. Его давно не слышно. Чем он занимается? Ну, катается на велосипеде, занимается спортом, участвует в фестивалях в регионах. Пашинян встал на паузу, он взял паузу. Он взял паузу и выжидает глобальных событий, выжидает итогов выборов в Грузии, итогов выборов в Молдове, итогов выборов в США в первую очередь. Это октябрь-ноябрь, ему предстоит сентябрь. А что сентябрь? Это вот то, что они обещают? Да. Скажем, чтобы зрителю было понятно, мы так между собой поняли, о чем речь. Новая волна, как назвать эту волну? Ну, протестов, наверное. Протестов, да. Протестная волна. Новая протестная волна. Протестная волна требует участия протестующих. Я не вижу в Армении такой массы. Я опять-таки говорю, слава богу, что мы поняли, что все эти протесты не приведут нашу страну ни к чему хорошему. Да, мы можем избавиться от Пашиняна. Но что это нам даст? Ничего хорошего. Мы же думали аналогичным образом, когда в 18-м году выходили на бархатную революцию. Главное избавиться от Сержа. Мы избавились от Сержа, и что решили наши проблемы. Сейчас мы можем получить еще худшую ситуацию. Избавиться от Пашиняна можно единственным путем. Пойти на выборы и проголосовать. На легитимные выборы, которые будут в 1926 году. Мы должны четко понимать, где мы находимся и какие угрозы существуют в нашем отношении. Государственность Республики Армения находится под угрозой. Бенефициары этого процесса – это наши враги. Это Азербайджан, это Россия, и в какой-то мере сегодня это Турция. Мы имеем возможность всему этому противостоять. Каким образом? Во-первых, мы не должны делать нашу власть еще более слабой, чем она есть, потому что это не в наших интересах. Я человек, который критикует Пашиняна ничуть не меньше других. И мы можем с вами несколько часов говорить на эту тему. Но если эта критика приводит к событиям, когда Пашинян превращается в личного подлеца Путина, это для меня катастрофа. Это катастрофа для армянской государственности. Если Пашиняна заменяют силы, которые являются личными подлецами Путина, это катастрофа для армянской государственности. Пашиняна должен остаться до тех пор, пока его не сместят посредством легитимных выборов, правовым путем, как это предусмотрено нашей Конституции. Или он останется на второй срок, на третий срок, если народ так решит. Параллельно этому мы должны делать все, чтобы ликвидировать, нивелировать ту опасность, которая над нами висит. Что для этого нужно сделать? Выйти из регионального формата, который нас упорно пытаются затащить. Почему Алиев с Путиным в своей бумажке, которую они подписали в Баку вчера, снова упоминают 3 плюс 3? Другого ничего нет. Больше ничего нет. Это единственная возможность как-то вписать в это Иран, который вообще не имеет ничего общего со всем этим. А без регионального консенсуса, без широкого консенсуса загробастать Армению не получится. Так же, как они загробастали Карабах. Потому что там-то консенсус был, а вот здесь нет. И мы должны делать все, чтобы этот консенсус никогда не состоялся. И если мы это будем делать, им остается только выступать с такими заявлениями и обвинять нас в том, что мы стреляем по азербайджанской территории и занимаются прочей клоунадой. Как русским, как российской власти, так и азербайджанской власти. Просто другой альтернативы у них не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова